С замечательным праздником, 23 февраля, День армии и флота России, как сказал один из императоров в последний день, от которой все друзья, кроме армии и флота. И это действительно так. И этот День защитника Отечества, немецкий вариант, это у них Ватерланд, Авандрин, Мазланд, Земля-матери, Родина. И вот я сейчас смотрю, даже на танке здесь написано, за Родину. А какие защитники, какого Отечества, я честно говоря, не знаю, поэтому я вас поправляю с армией и флотом нашим. Собственно, благодаря нашей армии, победившей в Великой войне, вот сейчас мы имеем счастье жить на этой земле и присутствовать здесь. Поэтому я бы хотел начать песню. Да, у меня еще сегодня радостный день, потому что наш бессменный друг и оператор Юра, не знаю, каким правдом оператор раскопал, он награждал, где наградной лист на моего отца, который копию принес, Орин Богданович Миницкого. Да, у меня лежат все. Юра от всей моей семьи, от сыновей, от жены. Спасибо. Богдана Хмельницкого, он был последний. В 44-м, номер 9, не орден Богдана Хмельницкого. Вот я узнал, за что написано, положено. Поэтому я песню спою. Можно ее повторять, не будем, я просто сейчас спою. Она была посвящена, написана в 75-м году и посвящена моему отцу, который с 41-го по 48-й год закончен на Западной Украине, начинал фронтовая разведка и эту песню. Тем героям, тем ветеранам, нашим, где-то Монсан, посвященные в той великой кровавой бойне под названием Отечественной войны, и никак уж не вторая война, и вы, собственно, плевать. А на войне, как на войне, А нам труднее там до войны, Где-то вам пройдет над соснами рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится, друг, навек тебя покинет друг, Не осуждаю война тому виной. Тебе, наша родная старшина, отдаст медали армина, По заведке, заработанные мной. Тебе, наша родная старшина, отдаст медали армина, Разведки, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Тогда закончится война, мы все наденем армина, Мы боюсь сядем за дружеским столом, И вспомним тех, кто не дожил, Кто не допел, не долюбил, И нашу полную товарища молил. И мы припомним, как бы молнии, Мы шагали без привала, Нарвали проволоку, убрали к языкам. Как ходили мы в атаку, Как делили с другом фрягу, И последнюю щепотку на боках. Как ходили мы в атаку, Как делили с другом фрягу, И последнюю щепотку на боках. Батальонная разведка, И пел с кучей верткой, Что ни день, то снова поезд, Снова бой. Ты, сестрички, умец, ахватия, Не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестрички, умец, ахватия, Не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Я, конечно, не был на войне, на той большой и великой, но я помню, поскольку коренной москвич родился в 1951 году, здесь, на Таганке, недалеко, я помню разрушенные дома и как разбирали их. И много лет спустя после войны доставали остатки тех, кто погиб под обломками, кто погиб защищая Москву под бомбежками. И поэтому, и в 56-го года, ну, с 52-го до 56-й, маленький еще, отец был замначальника госпитализации, командир батальона разведки, мама моя, офицер ГРУ, как после смерти выяснилось, была при нем, меня тогда привезла бабушка. Там война чувствовалась, потому что отец бегал до 58-го года, по схронам, ауновцев, бандеровцев, вылавливал всех, получил, может, на ранение или выжил, мама была при нем, я при бабке, корзинке, маленькие, потом подростки. Я помню, видел, что такое война, все мои родственники, все до единого, женщины на обороне Москвы, ну, кроме мамы, моими делами занималась, все. Вот замечательная песня, Михаил уже спел ее на сключе, ополчили. Это было страшно, было страшнее, по рассказу бабки, страшнее, может быть, даже, чем блокады в Ренинграде. Была давка, на что-то кинулся из Москвы в 41-м, давили друг друга на выездных путях, куда-то убегали от них, а кто-то оставался. Потом начались, ну, человечество ели, вот, арестовала была женщина, которая торговала мясом, пирожки пекла там, там, в районе Таганки, НКВД, арестовала, много чего было. Но отстояли Москву. И это опять заслуга тех, кто ее защищал, кто воевал. И вообще те, как говорится, любой воин, он заложник и не вольник чести, в любом офицере особенно. Вот в Афганистане тоже часто так случалось, что ты, пусть не согласен, но должен выполнять приказы. Но я хочу вот сейчас спросить, как вы думаете, какой самый древний род войск? А? Нет? Нет? Вот общее заблуждение. Древний род войск, она же царица полей, как она называется? Пехота. И сегодня древний, еще не было парашютов, не было крыльев, не было пушек, пулеметов, а пехота. Армия состояла сплошь из пехоты. Первая армия, как вы знаете, она появилась в древнем Риме, да? Регулярная армия. И римские легионы полмира бы все под ногами бросили, армия регулярная. Это пехота. Как сказал один римский философ, эхать пехоты, бедным попрошайки. Пехоту нигде никогда не любили. И жертвовали. Но я все-таки отец, хоть и разведчик, но исползал за языками почти пол Европы. Пехота. И все мы пехота. Поэтому вот мой замечательный друг, поэт, армейский полковник, афганец, написал песню. Он написал слова, я на него попробую спеть, но его слова-песни сделал так. Ну и, значит, не судить слишком строго, потому что я тут как-то, она только закончена, я... А пока вы... Вот ее разортирую поприветствовать, 52 года сегодня исполняется, вторая песня. Так его поздравим, Леша, Абухов, его фамилия, многие, может, его знают. Так что вот, это было честь. И в честь основы любой армии, для этого пехота песни. А так и выдохлась на центре кишлака. Поддержки с воздуха мешает непогода. Спецам ломиться дальше на ура. Безумие, а это и есть пехота, Остановившаяся в пяти шагах от нас. Сержанты с полкового разведзвода С датуировкой напряжены вперед спецназ. Сквозь лупоцедли вперед, пехота. Но вначе нам нужно, нам нужна работа. Заканчивается завершенный бой. Вставай, пехота, давай, пехота, И бог с тобой, и черт с тобой. Вставай, пехота, давай, пехота, И бог с тобой, и черт с тобой. А как идти? Ведь нашей роты нет уже. Вчера осталось чуть больше взвода, Да взгляд от пули крови на броня. И тут не заорешь, гуляй, пехота. Вот он приказ. Прошу прощения. Так написал, что самое на четверг. У врача отравляются из рецепта, выписывай, а потом их не только не разберется. Не избежать нам лобовых атак Сжимает ярость горло той икотой Мы в полный рост на кишлак И наберем его. Здравствует пехота Да нам не просто дался этот бой, Но это наша вечная работа. Вперед, пехота, давай, пехота, И бог с тобой, и черт с тобой. Вперед, пехота, давай, пехота, И бог с тобой, и черт с тобой. Забыл я. И не только не стой, что это все. Но просто тебя потом испортим, Но так написано. Значит, я бы хотел Всем родам войск, Всем родам нашей армии Песни сегодня спеть. Вот с лучшей песней, которую я знаю, Написанной Михаилом Михаилом, Многие его здесь знают, да? Это про танки. Но еще близко тем, что это артист, Миша Михайлович, Михайлович 2-го класса, Одновременно конструктор, инженер Таких самых танков, Когда это первый год. Песня тоже не слишком веселая, Но уж простите, Но это и есть гордость и величие Нашей армии Во все века и во всех войнах. А танкисты сейчас Это братская могила Мочевого человека. Песня называется Дорожный знак. Я бы подумал, что Мишка, Хотя не выдумал ничего про войну, У него краткие, Зарисовские, такие очень хорошие, Но я сам такой знак видел. Из вот такой банки Из-под селедки вырежена крышка, Раскрашена краской, И стоит на месте, Где саперы не прошли, И танкам не место. Здесь дорожный знак Не в законе, Есть один, И тот не в дугу, Нарисован на белом фоне, Танк нелепый В красном кругу. Дальше хочешь сеть За баранку, Но нет колес, И груз на плечу, Мол, нельзя кататься На танках, Танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься На танках, Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, Стянуты с дороги на край, С нецелованными кубами Уходили мальчики в рай. Сколько обелисков Сколько обелисков из башен На дорогах этой земли, Скольких, Скольких мальчиков наши Под броней не уберегли. Сверху глянь, А можешь с изнарки, Все чисты, Их долго священ. Нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. И видно, не по чьей-то оплошке, Копаный как будто навек. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех. Мир, да более-менее, С позаранком, Вот помолился, Путья крещен. С чего. В нем нельзя кататься на танках, Ещё раз великий умножение Гвардии Небесной Гвардии России Кисательно споёт эту песню. Ничтолько солнце спустились за лесом, Ничтолько зумник окутал планету, Мол, чудеса, в самолёты зашёл, Увидел сигнал ракеты. Мол, чудеса, в самолёты зашёл, Увидел сигнал ракеты, Мы будем прыгать в глубоком пилу, Кроме штабы и ракетные базы, Мы ставим на карту свою судьбу, Надёжность её не проверив даже. Мы ставим на карту свою судьбу, Надёжность её не проверив даже. Рук через левое племя плечо, Выбрось из ранца хлеба буханку, Пару гранат положи ещё, Хлебом не бросишь потанку. Пару гранат положи ещё, Хлебом не бросишь потанку. Кому повезёт, останется жить, Кому суждено совсем иное, Под куполом белым на землю плыть, С простреленной головою. Под куполом белым на землю плыть, С простреленной головою. Его тронув, рукою лутильник, Нож десантный своя положив, Идёшь вперёд, как будто смертник, А за тобой ты знал, оставшийся в живых. Идёшь вперёд, как будто смертник, А за тобой ты знал, оставшийся в живых. Работу закончили мы до рассвета, Земля ленинца чуть позади, Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. У нас в этой песне есть глубокий смысл. Почему так боятся наши у нас десантуры, да? И морпех, и всех, и всех, кто знает, С какой стороны автомат и приклад, И те, кто знает, как сражаться. Потому что это и морская пехота, и десант. Это пехота, но это ударные войска. Ударные войска. Я помню, когда в Мозамбихе в 84-м году В ЮАР ввели 15 человек наших специалистов, Никто не мог вызвать, там и кубинцы были мы, Никто, ни разведка никто. Пока не подогнали туда с морской пехотой. Один корабль пришел, Быстрелась наша морская пехота. Двух они, правда, убили, Но внутри начальника отдали. Случай такой малоизвестный он был. Сразу. Ударные войска. У нас почему-то слово ударные боятся. И десанты делают бог знает чего, Но это не вина. Гвардия наша на балове есть и будет, Без нее жить невозможно. Вина наших табуреткиных, скамейкиных, Не знаю, мочалкиных, кричалкиных, Ничего не знаю, кого. Вот те вот торговцы, Всем чем попало мебелью и родиной, Они тут у нас сидят. Я не боюсь, я не служил министру обороны, Ни дня и ни часа. За «Красной звезды» меня долго-долго усняли. За «Орфа» Громовский, Обеспечить безопасный вывод, У меня долго искали списка, Гуколь не нашли. Забавная история, но не важно. И очень слабо понимаю, Как вообще человек, Не имеющий отношения к армии, Ни никакого, может быть, министра обороны. И сиди же скотин, Вот уже говорит ему, Верховный Гланкоман еще, Ну не выполняется обороны и заказ. Три раза говорит за прошлое, Ну не выполняется. Нет, сидит как был, Другого поставит, Теперь у него не будет выполняться. Потому что сидит в Карелии, Вон сидит, другое дело, Строит армию великую, Могу сейчас начать ее соответственно. Я вам говорю, Как специалист контрразведки, Я знаю, как было происходило раньше, Потому что в биографии только Пять лет диверсионная разведка, А остальное контрразведка. По экономическим преступлениям. Вот такое было. Сейчас это департамент, Тогда это было в Акталии. Кто как воровал, И в будущем многих я знаю в лицо, И по делам разработок, Повторяю и шпионажа, Говорю вам честно. Поэтому я никого не выбираю, Ни за кого не хожу голосовать, Но я не доверяю тем людям, Которые нам показывают По экрану без конца. Вот лишнее. А вы как хотите, значит. Но не прогадайте. Ну ты как Путин мочить с арктинической. Я самому Путина мочить. Наши ребята. Допустим. А то сейчас пропаганда не арестует, За пропаганду предвыборную. Хотя у нас даже чуть-чуть уходит, На зоне лячки носит, Там собирают со всех. И все думают, Что завтра будет амнистия президентская, Их выпустят. Сидят пожизненно. Вот я просто знаю. И надеются. А знаете, почему так спокойно, У нас в моратории, Вообще-то не на смертной кайфе, Так спокойно на зоне все вот эти, Людоеды, Чикатилы, Все сидят и прочие сидят. Сидят. Их же тоже поздравляют. Праздник. Парадонс, да? Всех мужчин, Всех мужского пола, У кого там чего-то есть, Межу ног, Тут защитник родины. Неважно, А куда педиков деть, Гомиков там всех, Этих, Чикатилы, А на выбор они все обходят, Они же граждане России. Ну как-то. Их стреляют без суда, Исследов, Насильников, Гомосексуалистов, Педофилов, Наталья. Их астрилы тоже. Нельзя. А вот нельзя. Права человека нарушены. А вот что нарушать права военнослужащих, На всем наплевать, да? Да. Ну, вроде завтра нам армии Совсем не нужна боль. Но тем не менее. Чуть не мог у нас знать, Это звучит. Да ладно. Поэтому песню, Почему я следующую песню споет? Да не надо стрелять, Сань переводит, Чего с ними делать? Потом у нас такой эффект Емельян Пугачева, Ты поднимешь, Тебя сдадут, А потом все соберут, Скорю, Ручки-нучки, Рубить на болоте, Тибет. И Сеньки-Разик. Помните, Там вот чего. Вот смотри, В любую власть Надо приходить командой. Как вы будете это? Командой. Понимаешь, Командой Пришла? Вот лучше я спою, да? Значит, Эта песня написана Недавно совсем, Значит, У меня земляки колонненские, Я жил, Лоховец, Колония рядом, И отец мой родился Там на земле, На рязанских колоннах. И На 9 мая, На день Победы, Я первый раз спел, Три года назад Я сейчас спою. Что ж там самое тяжелое, Ну, я не Вот для меня, Для афганцев, Для всех, наверное. Это не самая война, Даже не бой, Это возвращение с войны. Ждут ли тебя здесь Вообще кто-нибудь, Приимут ли тебя, Хорошо, Семать жива, Хорошо. Жена есть, А правительство тогда И сегодня на чекать. В России много, Новых солдат выражают, Сказал, Туда был великий человек. Ну, это возвращение. Обниму я березу руками, Приводу белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами, Перепепел дорог на войне. Обниму я березу родную, С незажившим рудцом на стволе. В 41-м, ты встретила пулю, Что предназначена мне. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро рассеренье Зацветет в полисаде. Там, где мой дом, Там, где мой дом, Твой брат, где там Освободатель. Автомат, Запаленный в походах, Снял с ключа, Положу на земле, И лицо От соленого полда Я отмою в студеном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина, я до Эльбы дошел, а такие в огне прикрывали мне спину, дорогие мои земли. Там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде, там, где мой дом, там, где мой дом, мят витамы на сортаде. Вот стою на зеленой опушке, надо мною гудит тишина, не грохочет ни танки, ни пушки, закончилась эта война. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой на груди моей парамедали, орден славы и шагом полевой. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой на груди моей парамедали, орден славы и шагом полевой. А там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде, там, где мой дом, там, где мой дом, мят витамы на сортаде. А там, где мой дом, там, где мой дом, верю, ждут, да, и грустями на сортаде. Еще песню, значит, написано тоже, например, в то же время, вот три назад, но мотив там очень похожий, слова просто. Это тоже называется возвращение, потому что самое интересное начинается не на войне, а после войны. Когда ты вернешься, вернешься вообще, куда ты вернешься, кому ты вернешься, твои не будут встречать. Но первая эйфория тоже, как война кончилась. Вот кончилась и все. А дальше все будет хорошо, все будет замечательно. И будет вот так, как в этой песне. Не столы настоящие украшают наш дом. На снарядные ящики плащ-палатку кладем. По ста грамм нам положено, фронтовой наш паек. Есть и банка порожная, надевай-ка, браток. За сторонку за русскую выпьем этот бокал. С той нехитрой закускою, что союзник прислал. За землянку уютную, фонаря к огоню. За машину попутную, что идет на восток. Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых. Что прошли сквозь пожарища и остались в живых. А за тех, что не дожили, поп в жестоком бою. Молча мы, как положено, выпьем водку свою. Мы вернемся счастливыми, кончив долгий проход. Будут девушки милые навстречать у ворон. И чтоб было загадано, все исполнится в срок. Лишь бы ждал за туманами золотой огонь. Дорогой огонек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, это тоже правильно, тоже важно. Вот одну шучную песню, на самом деле, все знают, я ее позволю, потому что так. Ведь армия это не только грусть, тоска, боль, отран и потерь. И несправедливое отношение правительства и министров, и начальников. Это все-таки есть недоли смеха в этой сцене. И так всегда было, везде, и при царе, и сейчас, и потом. Даже у римских миллионеров были веселые песни, точно знаю. Песня разведчика, которую неожиданно сделали горьким егерем, сухопутного с площади, он не знает, что там делать теперь с этим егерством, но надо лезть в горы. Ну что, могу себе поднять стройные товарищи, вот такая прессия. А ничего нет, ни клипировки, еды в английской дивизии, и у нас к нему никак нет, мы еще не оборотный калаш, и все. И бронжилет не надеешь, потому что тяжеловым по горам лазит плюс 50 сетей. Кто в китайский привез с собой из Союза кеды, это вообще был счастливый человек. Рон две недели, потом не разваливались, и эти шлепанцы резли с сапогами. Ну, а что грустить? Еще живых пока никого не похоронили, это вот сутки в этом месяце. Хорошие ночи, можно лезть куда хочешь, куда прикажут. Если вам однажды перед рейдом горы не досталась каска, вибро не жилет, вспомните, что где-то бродит вовсе колы, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше глаз. Если вы запрыгла в голубые дали, полетели лихо, камни догоняй, вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, кто не знает о супермаркете или минимарке, ну, как хотите, если вас в Дукане нагло обманули, если гнев невольный, сердце к вам проник, вспомните, что в вашем, между прочим, так, на минуточку, в автомате пули, их на все Дуканы хватит, вспомните о них. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но совсем фатальный и самый тяжелый. Даже в Бориске... Ну ладно, Мишка, проверь, детей нет даже, чтобы все поймут правильно. Самое трагическое. Если вам замены нету из Союза, если не пускают, свидятся с женой, вспомните, ребята, Робинзона Крузова, как двенадцать лет прожил, он со мной козой. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вот там. Еще. Еще я на веселую. Вот. Самый светлый, самый любимый мной праздник выступает. Я поздравляю всех женщин, которые присущи здесь в первую очередь в праздник 8 марта. Самый мирный, самый хороший праздник. Там же на прямом, на какие-то щечки наденут, я какие-то духи куплю. Но. А представьте, что этого всего нету. И некому дарить. И дарить нечего. Не тройной же, а не колонзовый, не торговый. И женщин нет. Например, Кандаган, на краю пустыни. Лошкарный, десантник сидит. Наши. Бегает, кричит, собака вокруг. Собаки сбегают сюда, где можно пожить. А в Грации ничего не дадут. Они их только камням дают. А здесь, у десантников всегда. Даже в пустыне, даже баня. Ну, правильно делается. Они приходят бы всегда туда. Капитально. И оттуда ничем их не вышибаешь. Это закон. Так и надо стоять в обороте. А женщин нету. Прилетают две продавщицы в инторге. Раз в неделю. Одной лет 60, другой лет 20. Но все равно наглаживаются все. Ходят и чуть не архестре брать. А вот размышления после того, как женщин улетели две. Все раскупили. Это не поздравления. Это просто воспоминания. Женщина у меня... Нет, потому что на концерт мне говорят, ну чего ты так вот. Ты начинаешь женщину возмущенную. Это, дорогие мои, не про вас. И вообще... Как это сказать? Это про вас. И не про женщину, и про собаку. Правильно. Виктор Воруда. А может и правда, я не пропадаю. Мне женщину надо, я это знаю. Чтобы любить, чтобы страдать. За мной говорил, за мною игра. Станет теплее, забыться поможет. Но ноги согреть и животное может. Меньше расходов душой я бродягу. Зачем же мне жилище, но лучше собаку. Собакой вернее, собакой не бросит. Она не подкупна и денег не просит. Назов отзовется и стонтую слышит. Врагов не подпустит и ряда залежит. Но женщину проще в трамвай пропускает. На морде их не нужно, гулять разрешает. И многое может своими руками. Ведь пахнет не псиной, ахной и духами. Обнимет, заплачет, прижмет, захохочет. Риски цемедрит, нос пощекочет. Все, что ты болтал, я, друзья, это враги. Конечно же, женщина лучше. Гораздо лучше. Риски цемедрит, нос пощеку. Риски цемедрит, нос пощеку. Не видно ничего. Ну, что делать-то? Я-то ладно, я нагулялся до этого. А солдат под 20 лет восполнялся. Вот бедняги там. Ужас. Значит. Крайнюю песню последнюю. Еще раз. Значит, петь песню еще одну. Вот песню, опять. Опять-таки, такая, очень правильная новая песня. Она и про авиацию, про вертолет, и про женщину. Она не веселая, она грустная. Опять же, потому что женщины нет. Не было. Называется она вальс четвертого года войны. Написан на свободнюю ночь с 82 на 83-й год в компанию вертолетчика, моих друзей, моего побратима, который погиб уже давно. Когда мы были с ними, я жил. А тогда все были молодые, счастливые, веселые. Думали, как вот еще полгода, мы стрелем все в Москве и поехали на машине, поехали вокруг всего нашего необъятного государства в войне в СССР. Ребята были отовсюду, или откуда приезжаешь, куда-то сюда, да, мы тебя ждем. А, все так получилось. И слышим невесом, кружится снег над крышей, затягнут в облаках полночный мироскоп. Звучит случайный мальс над модулем притихшим, и под него тихо уходит старый год. Что было в том году дороги, то дороги, то скрежет на зубах горячего песка. И новые друзья, и старые тревоги, и миры под ногой, то ули и леска. И новые друзья, и старые тревоги, и миры под ногой, то ули и леска. С гвоздя гитару снял пустаный вертолетчик, настроил унисон с аккордами пши. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звезды закружены. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звезды закружены. Плывет, качаясь вальс древними горами, не слушая, не ведая, не слушая войны, Не ведая границ, мы грезим наяву, Любимыми глазами, пожать им не жутко, и шорохом из них. Мы грезим наяву, любимыми глазами, пожать им не жутко, и шорохом из них. Пусть голос твой охрип на метах, в звуках фальши, Кончающийся год не зарастет. Ёлка, играй, пилот, играй, О том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Моя ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на погоне незнакомая вашим рукам. После трех спит городок, Я услышал в мелодии пальца, И сюда заглянул на часок. Хоть я спал совсем знаком, Недалеко отсюда мой дом, Я как будто бы снова, Возле дома родного, В этом зале пустом, И танцуем вдвоем. Скажите, хоть с тобой, Сам я знаю, что Не слышал мне сон, Ножли сон, Стык на крыше. Затягивая волка, Алганский фальшив, Звучит случайный фальс, Модулик летящий, И пусть я пропадил, Приходит новый фальс, Замучи случайный глаз, На модуле при тихшем, И под его мотив Приходит новый год. Я уже говорил, не все мужчины, у кого там что-то есть. А люди воинские, За други своя жизнь не щадившие, Это наша армия и его фойни. Так что, давайте всем. Приветствуем всех. Спасибо вам за ваши добрые глаза, улыбки. Надеюсь, несмотря на сбои такие, Горло замыкается в память. Спасибо большое. До новых встреч. Увидимся. Не надо, не надо. Так, зрителям лицом. У Союза Санкт-Петербурга в России есть награда. Ольтик Маргелов называется. Игорь Николаевич, Ты не на металле играешь, А на стронах нашей души иншую. И не первый год, А давно, Ну, пожалуй, Уже четверть века. И позволь тебе наградить. Называется не кто кроме нас. Это боевое оружие, Молодное, Открытие. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так получилось, что должны были приехать представители Союза ветеранов Афганистана, но срочно отправили людей в командировку, а это мои коллеги по работе, поэтому я имею честь вручить Орден за заслуги от имени Союза ветеранов Афганистана, Центрального правления РСВА. И вот с удовольствием вручаю Игоря Николаевича Вам это. И Шаврова Сергея Викторовича хочу поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 14 марта, орбита 15.43, строение 3. Нам очень приятно, что мы уже эту тему продолжаем 4 года и что вы ходите. И большое спасибо администрации Центрального музея вооруженных сил. Аплодисменты. Которые мы сегодня предоставили зал. Дорогие друзья, большое спасибо. Наш концерт закончен. О дальнейших наших жизненных событиях вы можете узнать на моем сайте mkalinkin.ru, на сайте ВДВ. Ну и на прочих сайтах наших дружественных, которые нас поддерживают. Спасибо, до свидания. Награды всем спасибо большое. Кисанетников России. Спасибо. Всем. Всем, кто служит в Служивой России. И спасибо вам, дорогие мои. Обмывать будем в фейрбит. Клянусь, в обратном.